Мы, жители города Иловайска, пострадали в 2014 году во время боевых действий. За 10 лет 4 мэра и ничего нам не помогли. Жители города Иловайска Донецкой области, который был захвачен российскими боевиками еще в 2014 году, записали обращение, в котором пожаловались, что их жилье, разрушенное еще тогда, в 2014 году, во время боев за город, то есть 10 лет назад, за это время никто так и не восстановил. Люди рассказывают, что оккупационной российской администрации, на них просто наплевать, все эти годы они уже куда только не жаловались, куда только не обращались, но их обращения были проигнорированы и людей Россия фактически просто кинула и сделала бомжами. Мы, жители города Иловайска, улица Шевченко, дом 118, пострадали в 2014 году во время боевых действий. Дом разрушенный. Вот стоим на фоне его. Ничего не делают. Стоим на фоне дома. Все живем по квартирам. Ничего нам не делают. Никакой компенсации не помогают. Куда мы не обращались. Куда мы не обращались, ничего нам не помогает. Ой, представляете, выясняется, что люди, которые называли себя защитниками Донбасса, которые на словах очень сильно якобы переживали за его жителей, на самом деле наплевать на людей Донбасса. За 10 лет они могли восстановить не то, что какой-то дом, можно было весь Иловайск заново перестроить, и у России есть и были на это деньги. Просто она не захотела этого сделать, потому что ей на этих людей Донбасса просто плевать. В Мариуполе они устраивают показуху, где на камеры построили несколько новых кварталов, и выдают это за нереальную щедрость и заботу о людях. Но в небольших городах типа Иловайска не делается вообще ничего. Причем не делается годами. Ну подумайте сами, если за 10 лет они в Иловайске ничего не восстановили, при том, что в городе вообще бои были очень легкие, там не было и близко таких разрушений, как в 2022 году, когда целые города стирали авиабомбами. Так если они не смогли это восстановить, да, в Иловайске за 10 лет, то просто подумайте, сколько они будут восстанавливать те города и поселки, которые практически полностью разрушили уже сейчас, после 2022-го. Пожалуйста, обратите внимание на нашу просьбу. За 10 лет 4 мэра и ничего нам не помогли. Помогите, обращаемся к вам. Может, вы нам поможете. За 10 лет 4 мэра и никто не помог. Ну надо же, как же так получилось? Может быть, все дело в том, что это на самом деле просто были не мэры, а гауляйтеры, которых никто в этом городе на самом деле не выбирал. И, соответственно, они от местного населения никак не зависят, а зависят от своих кураторов из Москвы, которые их поставили. И их поставили не для того, чтобы людям дома строить, а чтобы эту территорию ограбить. Я жительница этого дома. Вот моя квартира. Я живу уже 10 лет на квартире. Мне уже за 70 лет. Я болею. Куда мы не обращались? Мы ездили в Донецк. Мы ездили до всего куда-то помодно. И до Пушилина писали. У нас это как стафа уже этих песен. И Пушили не помог? Ну я уже не знаю. Это просто вообще. Представляете, мошенник, который занимался финансовой пирамидой МММ и кидал людей на деньги, теперь кинул жителей Иловайска. Такого вообще никто не мог себе представить. До мэра мы ходим, они нас вообще не слушают. Они нас сразу отправляют в Донецк. В плохой Украине, которую ругает российская пропаганда, эти люди могли бы пойти на местные выборы и переизбрать бы себе мэра. Они могли бы выбрать такого, который бы их услышал и стал бы решать их проблемы. Но поскольку Россия запретила жителям Донбасса выбирать себе местную власть, после 2014 года нет никаких выборов мэра, то есть назначаются туда гауляйтеры, которых ставят какие-то кураторы. Соответственно, этим назначенным властям просто на людей абсолютно по барабану. Они от них никак не зависят. Они подчиняются какому-то своему руководству, начальству, листают ему какой-то процент от награбленных денег и все. И в этом и есть разница между Украиной и русским миром. И мы предупреждали, что будет именно так. Но люди, которые рассказывали, что им нужна сильная рука, а мол в Украине выборы, демократия, да зачем это вообще надо, считали, что им там Путин назначит классных мэров, которые будут о них заботиться. Ну вот теперь мы видим, что получилось. Живем мы на квартире. С нашими пенсиями и с нашими болезнями мы не можем платить такие деньги. А квартира стоит недостроенная. И неизвестно, она нам вообще отказывает во всем. Странно. А на всех российских каналах рассказывают, что Донбасс восстанавливают бешеными темпами. Кругом строятся новые дома, школы, больницы. Да что ж получается, все врут? И имущество мы написали, отдали в соцзащиту. Они нам отказали. И мы не знаем за давностью лет. И мы не знаем, куда нам еще обращаться. Отказали за давностью лет. То есть сначала 10 лет ничего не делали. Писали отписки, там, короче, никак не реагировали. А как прошло 10 лет, говорят, теперь вы знаете, извините, давность просто прошла, поэтому, ну, как бы, ничем помочь вам не можем. Живите уже как бомжи. Куда нам еще обращаться? До Путина? Ехать туда надо напрямую уже до него. Да, попробуйте поехать к Путину. Он вас точно примет и услышит. И во всем разберется. Он же говорит, что помогает жителям Донбасса. Конечно, мы должны были помочь. И мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Помогите нам, пожалуйста, хоть что-то решилось. Или компенсацию пусть дают. Чтобы мы что-то купили хоть по одной комнате. Или деньги. Или пусть ремонтируют. Пусть ремонтируют дом на квартиру. Сайт Блокнот, который разместил это обращение, пишет, что на этот дом уже выделялись деньги. За 10 лет на его восстановление слили уже миллионы рублей. И, как обычно, все просто украли. Эти люди не получили никакого восстановления за 10 лет. Просто вдумайтесь. Это при том, что в Иловайске не разрушение, а ерунда. Это какие-то там буквально 4-5 домов. Потому что украинская армия в 2014 году не стирала с лица земли целые города. Как это сейчас делает российская армия. Которая буквально варварскими такими авиаударами, вот этими кабами, фабами превращает города просто в пепел и руины. Так вот, если за 10 лет в Иловайске эти несчастные 5 домов не восстановили, просто все украли, а людей сделали бомжами. То задумайтесь, сколько они будут восстанавливать Солидар, Маринку, Авдеевку, Бахмут, Попасную. Где вообще людей почти нет. Сколько они их будут восстанавливать? И будут ли восстанавливать вообще? Вот эта женщина на видео из Иловайска, она говорит, мне 70 лет, сейчас ей 70. То есть, когда разрушила было 60, и вот она дожила до 70. В России, как бы, люди не все так долго живут, да? А тем, кому сейчас 70, они уже бомжами и умрут, потому что они не увидят никакого восстановления. Потому что Россия ничего не восстановит. Потому что для России проблемы этих людей не имеют никакого значения. И это правда. И это они рассказывают сами. Давайте распространим это видео. Это крайне важно. Вот эту информацию распространять, чтобы все знали, как Россия на самом деле относится к жителям Донбасса. Как она на самом деле их кидает. Что на самом деле никакого восстановления нет. Есть просто показуха и картинка. Давайте доносить правду. Вот такие правдивые обращения людей. Вот такие правди. и